Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Ознакомиться с инвестиционным потенциалом. В Абхазию прибыли бизнесмены из Санкт-Петербурга. С делегацией, возглавляемой вице-губернатором Кириллом Поляковым, встретился президент Ассамжания. 1 миллион 893 тысячи рублей собрали в рамках благотворительной акции, организованной Сообществом водителей трансфера в республики. В селе Тамыш у Чемчирского района торжественно открылся международный молодежный патриотический лагерь. Церемонию открытия посетило Сланжане. Президент принял отчет правоохранительных органов о работе за последние 4 года. Ознакомиться с инвестиционным потенциалом. И возможностями Абхазии обсудить перспективы сотрудничества с руководством страны. С такой целью в нашу республику прибыли бизнесмены из Санкт-Петербурга. С делегацией, возглавляемой вице-губернатором Кириллом Поляковым, встретился президент Ассамжания. Во встрече также участвовали первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джан Сухнанба, вице-премьер-министр экономики Кристина Усган, мэр города Сухумбислан Эшпа. Смотрите репортажи Рады Чичава. Глава государства, приветствуя гостей, подчеркнул важное сотрудничество Абхазии с российскими регионами. Аслан Бжания выразил надежду, что взаимоотношения Абхазии и Санкт-Петербурга приведут к большому количеству полезных дел, как для граждан республики, так и для жителей северной столицы. Добро пожаловать в Абхазию. Мы давно ждали этой встречи. Летом я успел дважды побывать в Питере. И тот прием, который был вам оказан абхазской делегацией, то радуши, которое вам было проявлено, нас, конечно, тронуло до глубины души. Я очень рад вас приветствовать, взялся обед. Надеюсь на то, что наше отношение вылится в большое количество добрых и полезных дел, как для граждан Абхазии, так и для прекрасных, потрясающих, душевных жителей Петербурга. Добро пожаловать. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поблагодарил Аслана Бжане за теплый радушный прием, отметив, что впервые приезжает в Абхазию. Он передал главе государства слова благодарности от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которого президент Абхазии одним из первых поздравил с недавним переизбранием на должность. Я впервые вообще в своей жизни пересек границу России и Абхазии и приятно поражен людьми, которые здесь проживают, которые нас встречают, гостеприимством, которым славится республика многие годы. И, конечно, крайне важно в наших отношениях развивать, и не только на основе межчеловеческих связей, развивать и сотрудничество между предприятиями для того, чтобы росли инвестиции и в Абхазии, и в Санкт-Петербурге. Во встрече также приняли участие представители бизнеса общества, прибывшие в составе делегации. Они поделились с главой государства и членами правительства Абхазии идеями сотрудничества с республикой. К примеру, бизнесмены, занятые в сфере производства премиального оборудования, приборов учета или же гостиничного бизнеса, готовы к всестороннему взаимодействию. У нас есть возможность производить лазерную резку, гибку, лазерную спарку в дорогое высокотехнологичное оборудование. Нам было бы интересно найти партнера здесь, который мог бы собирать потребности от строителей, от дизайнеров по созданию предметов интерьера, экстерьера, там, где используется нержавеющая сталь, оборудование высокотехнологичное, и, соответственно, организовывать это производство в Санкт-Петербурге, доставлять сюда. Вот она, как правильно предложить, чтобы собираемость электроэнергии у вас, я имею в виду невозможность обмануть прибор учета, была гарантирована, плюс, как сделать так, чтобы сами приборы были несколько более доступны, потому что у нас всегда бизнес-цель с годами была одна, она не менялась. Мы делаем надежные, но доступные приборы российского производства. Поэтому с коллегами из Министерства энергетики в Абхазии я уже переговорил, и мы готовим, скажем, качественное, сильное предложение для обслуживания электроэнергии всей страны. Мы являемся на сегодняшний день одной из самых крупных гостиничных компаний в России. У нас уже идет определенная работа с вашей командой. Есть очень много идей, которые могут стать, возможно, даже межправительствами. Это отдельно можно там пообсуждать, чтобы сделать отдельную программу в части развития туризма. В свою очередь скажу, что у нас создана внутри нас Академия гостеприимства. Она тоже крупнейшая на сегодняшний день в России, которая занимается обучением кадров в России. Можно тоже в этом направлении подумать, может быть, с каким-то вашим колледжем, техником соединиться и этим позаниматься. Готовность к совместной работе выразили и представители бизнеса, связанного с производством проекционного оборудования, тепловых конвекторов и даже оборонной промышленностью. Наше оборудование, как правило, применяется в рамках обеспечения техники безопасности на дорогах общего пользования. И второе наше активное сейчас направление – это создание архитектурно-художественного освещения, а именно создание нового ночного облика городов, создание новых точек притяжения и тем самым привлечения нового потока под какие-то определенные точечные локации. По второму направлению – это сделать дополнительные безопасные пешеходные переходы в городе. Это интеллектуальная система. Создается она благодаря дополнительным датчикам включения по датчику движения. То есть человек, когда подходит к пешеходному переходу, он автоматически загорается. И, например, на дистанциях в 50 метрах от самого пешеходного перехода загорается знак для автомобилистов с тем, что там осторожно, например, впереди пешеход. Старейший завод, нам 35 лет в следующем году, в далеком 1990-м был образован наш завод. Приборы предназначены в первую очередь как для жилья, так и для коммерческих помещений. Очень большая линейка конвекторов. Это может быть приборы для дошкольных учреждений, для школ с травмобезопасным кожухом. Это приборы на стенах на полном исполнении. В нашем ассортименте также есть приборы, которые встраиваются в конструкцию пола. Вчера огромное спасибо. Мы посетили реконструируемое здание аэровокзала, территорию порта. И когда нас познакомили с представителями подрядных организаций, был определенный интерес. У нас очень большой опыт по комплектации аэровокзалов. Поэтому будем рады, если нам доставят такой шанс. Прежде всего, конечно, это оборона. Если про меня говорить, мы с удовольствием надо, наверное, как-то больше будет пообщаться с Министерством обороны. Потому что, прежде всего, это защита радиоэлектронной борьбы. Потому что примерно 80% России это мы поставляем. И это, прежде всего, защита от беспилотников. Это не ПВО, это немножко от 500 метров и ниже. И сейчас это очень важно для всех, в принципе, городов. У нас практически и Петербург, в том числе, и Ленинградская область полностью нами охвачена, защищена, насколько это возможно. Это акустические вещи в акваториях. То есть это закрытие порта, чтобы изнутри защита от бэков. То есть то, что мы сейчас в Новороссийске реализовали. И защищаем наши корабли от беспилотных катеров. Далее это связь, создание передающих радиоцентров, комплексы связные, которые перемещаются. Это тоже все можно, в принципе, в каком-то там объеме реализовать здесь. Далее, если это будет интересно, точечно, у нас есть несколько кафедр. То есть это Морской университет, это Университет связи Бонч-Бриевича, это Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет. То есть, если есть выпускники школ, кто-то хочет учиться в Петербурге, то можем заранее говорить и стараться сделать так, чтобы эти ребята поступали к нам, учились. Мы их вели уже на своих кафедрах. Ну и высокотехнологические металлические изделия, потому что мы один из опорных заводов Росатома, входим-ходим, и на всех АЭС стоит наше оборудование по миру. Наверное, если будут какие-то программы по гидротехническим сооружениям, мы всегда готовы здесь помочь тоже. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков пригласил абхазских выпускников принять участие в ежегодном празднике Алой Паруса, традиционно проходящем в северной столице. Лучшие 20-30 человек, как вы решите, вместе с Министерством образования Абхазии, мы готовы принять в Петербурге. Соответственно, они примут участие вместе с нашими выпускниками в празднике Алой Паруса. И я думаю, что им это запомнится на всю оставшуюся жизнь. Ну а кто-то, может быть, захочет свое дальнейшее образование связать с Петербургом, тоже готовы оказывать все необходимое содействие. Вице-премьер министр энергетики и транспорта Джон Сухнанба отметил, что подобные встречи позволяют прийти к решениям, которые могут быть полезны обеим сторонам. А министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что всесторонне поддерживает развитие взаимовыгодных экономических связей между Абхазией и Санкт-Петербургом. Мэр столицы Беслан Эшба рассказал, что на данный момент готовится соглашение о сотрудничестве между Сухумом и Санкт-Петербургом. Мы уже начали взаимодействовать с администрацией Санкт-Петербурга. У нас на выходе подписание соглашения о сотрудничестве. Ждем согласительных процедур со стороны руководства Санкт-Петербурга. Мы давно ездим друг к другу в гости, находим точки соприкосновения. Мы там проводили встречи в торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга, с бизнес-сообществом. И считаем, что направление для нас тоже очень интересно. Особенно сейчас я послушал, что касается дорожного освещения, осветительных возможностей подсветки. С приветственным и благодарственным словом выступил и почетный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Рада Чачава, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Глава администрации Чемчирского района Беслан Бигвава встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, который отметил важность развития промышленности, транспортной инфраструктуры и, в первую очередь, аэропорта, железной дороги. Вице-губернатор передал жителям Ущемчирского района и всем жителям Абхазии добрые слова приветствия от имени губернатора Александра Беглова и всех жителей Санкт-Петербурга. В рамках рабочей поездки вице-губернатор уделил внимание туристическим объектам района и его историческим достопримечательностям. Трехдневная тактика специальной учения одного из спецподразделений СГБ вместе с личным составом артиллерийской группы Министерства обороны прошли на одном из полигонов оборонного ведомства. Учения состоялись по приказу председателя СГБ Дмитрия Кучуберия. По приказу председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия на одном из полигонов Министерства обороны Республики Абхазия совместно с личным составом артиллерийской группы Министерства состоялись трехдневные тактико-специальные учения одного из спецподразделений СГБ. В активной фазе учения принял участие подполковник Кучуберия, который подробно ознакомился с алгоритмом управления минометных расчетов и с командно-штабной машиной в взаимодействии с бойцами спецподразделения. Командно-штабная машина. То есть все управление огнем происходит в этой машине. То есть здесь отделение артиллерийской разведки, которое занимается передачей информации, передачей самой картины непосредственно на огневые позиции. Расчет производит здесь. То есть отдельно сидит вычислитель, который будет все это считать и также уже по радиосвязи передавать все эти корректуры наблюдения. После занятия огневых позиций и получения координатов цели, расчеты минометов и АГСов поражают условного противника. Все, нахожусь на месте. Выходи на меня. Одну мину готовы. Готов? Одну мину огонь. Зверь наблюдаем. Миномет! Быстрел! Установить навод. Слюдаем разрыв! Его, его! Под прикрытием бронетранспортера оперативно-боевые группы занимают позиции в траншеях и открывают огонь по наступающему механизированному взводу условного противника. Малышка. Яйцо. На diesem шоу. Субтитры делал DimaTorzok Снимайтесь с позиции и самостоятельно в лагерь, как меня принято. Принял. По окончанию учения было проведено итоговое совещание, в ходе которого действие спецподразделения было оценено положительно. В эти дни, 31 год назад, бойцы Абхазской армии развивали успешное наступление. 24 сентября подразделения Абхазской армии на Западном фронте заняли позиции напротив Сухумского железнодорожного вокзала и у железной дороги рядом с водоканалом по улице Семерджиева. Пройдя через Абжакуа, наши бойцы вышли к району Синопа. В столице шли ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. На Восточном фронте бойцы Абхазской армии удерживали ранее занятые позиции на центральной автотрассе, соединяющей Сухум и Очимчиро. К другим новостям. 1 миллион 893 тысячи рублей собрали в рамках благотворительной акции, организованной сообществом водителей трансфера республики. В преддверии главного праздника нашей страны, Дня Победы и Независимости, эти средства были розданы семьям погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии. А также семьям погибших при исполнении служебного долга в Галском районе и Кадорском ущелье. В офисе движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» состоялось отчетное мероприятие, посвященное заключительному этапу акции. Подробности в репортаже Ульяны Рожковой. Сообщество водителей трансфера Абхазии совместно с компаниями такси, коллективами туристических компаний и организаций и теми, кто присоединился к ним, завершили благотворительную акцию в поддержку семей погибших и без вести пропавших в Отечественной войне. В акции приняли участие 491 человек и 7 организаций. Сумма собранных средств – 1,893,435 рублей. Сейчас нам прислали перевод вина и воды Абхазии, тоже перечислили 50 тысяч рублей. Но на расчетный счет, сейчас они должны поступить, выдано. На сегодняшний день идет выдача по Гудаузскому району. Еще остальные районы мы уже закрыли. 187 семьям выдано, плюс еще 50 тысяч будет выдано. Благодарим всех участников благотворительной акции за вашу отзывчивость, которая получила позитивный отклик в сердцах родных и близких наших павших героев. Благотворительные гуманитарные акции сообщество проводит ежегодно. Последние три года акции проводились в помощь инвалидам, ветеранам Отечественной войны. Движение «Матери Абхазии» поддержали данное мероприятие. Поистине благое дело в преддверии долгожданного праздника Дня Победы. В преддверии нашего священного, самого главного праздника Дня Победы проводят такую благотворительную акцию, которую они охватили почти всю Абхазию. Конечно же, эта компания не может охватить, скажем, каждого, кто пострадал в этой войне, но это показательно для всех остальных, прежде всего нашего государства, которая вообще обязана и должна заботиться о семьях погибших в первую очередь. Это наш священный долг. И мы подготовили вам в знак благодарности памятные грамоты. Сотни героев отдали свою жизнь за свободу и мирное небо для нашего будущего. Очень нелегко приходится их близким, людям, которые остались без отцов и сыновей. Данная акция – это символ благодарности и уважения. Человек должен быть благодарным. То, что мы имеем возможность здесь жить, хорошо жить, это всё благодаря тем, кто не пожалел своей жизни. И самое тяжёлое, наверное, не тому, кто погиб, а его близким, родным, матерям. Самое тяжёлое, что на их долю выпало. Акция длилась три месяца. За это время удалось собрать почти два миллиона рублей, которые были розданы семьям погибших и пропавших без вести. Сообщество и дальше планирует продолжать благотворительную деятельность в этом направлении. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В селе Тамыш у Чемчирского района торжественно открылся международный молодёжный патриотический лагерь «Потомки героев». Участники лагеря – внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, а также молодёжи из Курской области России в возрасте от 14 до 22 лет. Церемонию открытия посетили ослабжание и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Репортаж Гугуцы в Артане. По поручению президента республики ослабжание Государственным комитетом по делам молодёжи и спорту в селе Тамыш открылся молодёжный патриотический лагерь «Потомки героев», приуроченный ко дню победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сюда, в Тамыш-Вилоч, приехали 100 человек от 14 до 22 лет. Это дети и внуки ветеранов Отечественной войны, а также дети добровольцев из республик Северного Кавказа и молодёжи из Курской области. Участников ждёт большая и насыщенная программа. На данный момент будут проходить спортивные мероприятия. Будут ещё много мероприятий спортивных, интеллектуальных. Гостеприимные люди и в целом всё устраивает. Классно здесь. Бассейн, море. Всё нравится. 39 человек приехали в патриотический лагерь из Курской области. В основном это студенты. По словам молодых людей, от такой поездки они не могли отказаться. Абхазия умеет гостеприимно принимать. Впечатления самые наилучшие. Во-первых, все люди очень гостеприимные. Нас встретили, нас покормили. В общем, с большим удовольствием разделяют с нами это время, когда у нас на родине не совсем просто сейчас. Я не была ни в Абхазии, ни на море вообще. Поэтому для меня это куча эмоций просто. Особенно первый раз увидеть море и сразу попасть под хорошую погоду и слегка дождливую, чтобы всё сразу увидеть. То есть я очень довольна. Среди участников патриотического лагеря также внуки ветеранов Великой Отечественной войны. По их словам, подобное времяпровождение с насыщенной программой не только сближает молодёжи из разных городов и стран, но и даёт возможность рассказать о подвигах своих потомков. У меня бабушка воевала в годы Великой Отечественной войны, помогала в тылу. Я в своём университете возглавляю также патриотическое направление. Мы ведём активную работу по установлению памятных знаков героев Великой Отечественной войны, подпорщикам, партизанам, то есть всем тем, кто воевал и старался как можно быстрее приблизить Великую Победу. Участников лагеря ждут экскурсии на Рицу, в Новый Афон и другие достопримечательные места республики, а также посещение скачек, которые пройдут в селе Моква, концерты с зажигательными национальными песнями и танцами. Необходимо организовывать и создавать подобные мероприятия, чтобы через детей и внуков ветеранов давать дань памяти и проявлять безграничное уважение ветеранам нашей Отечественной войны. Очень важно, чтобы дети из Курской области также были интегрированы в эти добрые мероприятия, прочувствовали наше гостеприимство и теплоту, отвлеклись от того, что их постигло, от того ужаса. Когда-то мы также были детьми войны, и ту боль, которую ощущает ребенок, он не должен ее видеть. У детей должно быть настоящее детство. В трудную минуту всегда нужно протягивать руку помощи нашим российским братьям, особенно если это касается детей. Мы приехали из Курска, из Курской области. Мы представляем делегацию мой университет, Юго-Западный государственный университет. Вот мы, конечно, для нас это была очень большая возможность, является большой возможностью. Это действительно очень новые крутые эмоции. Много молодежи, все активные, какие-то интересные конкурсы, игры. Очень классная организация. Поэтому хочется выразить от всей нашей делегации огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом огромном масштабном мероприятии. Я хочу поблагодарить для начала, в принципе, тех, кто пригласил нас сюда, тех, кто заботится о нас за эти две недели. Это педсостав, это вожаты, это Росмолодежь, которая организовала нам всю эту поездку. Это спасибо президенту Абхазии, который нас добродушно приняли, и мы очень рады этой поездке. Молодежный патриотический лагерь потомки героев открылся в торжественной обстановке. Пообщаться с молодыми людьми приехал президент Аслан Бжани. От всей нашей Курской области выразите огромные славы и благодарности за такой гостеприимный прием, за такое дружеское и братское, можно сказать, отношение. Мы очень счастливы и рады пребывать здесь с вами. И от всей души, от всей Курской области благодарим вас за предоставленное нам удовольствие, предоставленные возможности. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Мы вас очень любим. Для нас вы очень родные. Всегда добро пожаловать в Абхазию. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо вам большое. В торжественном открытии лагеря приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джан Сухнанба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов, глава Чемчирского района Беслан Бигвава, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, секретарь общественной палаты Гули Кичба, председатель государственного комитета по делам молодежи и спорту Тараш Хакба. Все они отмечали важность подобных проектов и их влияние на патриотическое воспитание молодежи. У нас в районе очень красочные события, мероприятия. Хотелось бы вам, конечно, пожелать мирного неба, чтобы вы приобрели сегодня здесь таких друзей, которые будут с вами всю жизнь. Долгих, хороших жизневых лет. Основным, по вашему поручению, мы сегодня провели уже открытие нашего международного патриотического лагеря под названием «Потомки героев». Непосредственно участие принимают ребята из Курской области. Благодаря Росмолодежи мы с ними сотрудничаем. Эти прекрасные ребята сегодня являются частью сегодняшнего нашего праздника. А другая часть молодежи – это дети иранов отечественной войны, внуки добровольцев тоже отечественной войны. И мы стараемся, чтобы наши дети между собой общались, дружили. И те люди, которые уедут отсюда, уехали с приятными такими воспоминаниями. Дорогие дети, я очень рад тому, что сегодня в моем родном селе состоялось такое красивое мероприятие. Очень важно, чтобы вы знали друг друга. Дети из Курской области, дети Абхазии, внуки и дети наших ветеранов. Чтобы вы дружили друг с другом. Это очень важно. Наши народы давно испытывают очень теплые чувства друг к другу. И мы надеемся на то, что вы эти чувства перенесете и их усилите. Желаю каждому из вас приятного отдыха. Буду рассчитывать на то, что когда лагерь закроется, вы приедете к себе домой. Мои первое желание, которое вы будете испытывать, это вернуться обратно в этот лагерь всего-то выше. Приятного вам отдыха. Живите доброго и счастливого. Мы, люди старшего поколения, прекрасно помним, как мы жили в едином государстве. И нам отрадно, что сейчас, хотя мы живем в двух разных государствах, молодежь прекрасно между собой общается, дружит и поддерживает то дело, которое мы продолжаем. Отношение союзничества и стратегического партнерства, которое существует между двумя нашими странами. Очень рады, что Абхазское руководство, руководство района нашли возможность для того, чтобы дети Искорской области и студенты Искорской области прибыли сюда на отдых. Мы надеемся, что ваш отдых будет очень хорошим. Вы действительно его запомните и будете всегда о нем вспоминать. Патриотизм течет в наших жилах. Патриотизм – это то, с чем мы рождаемся. И очень важно общаться людям вашего поколения, молодежи. Мы можем с уверенностью сказать, что наши старшие оставили нам очень многое, чем мы можем гордиться. Мы всегда должны чтить и помнить тех, кто отдал свои жизни за свободу, за справедливость, за независимость нашей страны. Открытие патриотического лагеря особенно для меня важно. Я представляю матерей именно героев, защитивших нашу республику Абхазия. И отрадно сегодня видеть их детей, внуков, которые прославляют нашу страну и принимают таких же дорогих ребят, чьи отцы сейчас защищают наш общий мир, справедливость. И это очень отрадно. Абхазия со дня начала специальной военной операции в России помогала и помогает по сей день всем бойцам, которые сражаются за наши общие ценности. Сегодня вот я вижу Курский государственный технический колледж. Сегодня, как никому, очень тяжело курским нашим друзьям, детям, женщинам, старикам. Мы это видим, мы это проходили. Мы рядом с вами находимся. Враг будет разбить, победа будет за Россию. Знаете, раз и навсегда, что маленькая Абхазия всегда рядом с вами находится. Я выражаю признательность нашим абхазским друзьям, организаторам этого лагеря, за то, что здесь присутствует 39 представителей Курской области, курян, в том числе тех, кто пострадал от украинского нацизма. И, конечно, мы не можем не вспомнить тех абхазских героев, которые воевали, и российских добровольцев, которые воевали в 92-93 годах. И мы должны чтить и помнить их имена. Совсем скоро мы увидим несколько важных знаковых дат. Освобождение города Сухума. И 30 сентября – День Победы и Независимости. Я поздравляю всех причастных с этими наступающими праздниками. Место, где мы сейчас находимся, досталось очень дорогой ценой. Очень много светлых голов сложили для того, чтобы мы сейчас могли вот так радостно приветствовать друг друга и проводить вот такое уникальное мероприятие, о котором мы, не дадутся брать, долго мечтали, обсуждали. И, наконец, это событие сбрось. На территории лагеря пройдут различные спортивные мероприятия, а также состоится интеллектуальная викторина «Что, где, когда» администрации «Тамыш Виллоч» созданы все условия для комфортного пребывания участников. Администрация «Тамыш Виллоч» с удовольствием приняла, во-первых, этот молодежный патриотический лагерь. Мы их разместили в домиках. В каждом домике у нас располагается 4 человека. Один домик предназначен для двух номеров. Питание. Мы организовали шведскую линию. Патриотический лагерь «Потомки героев» завершится 2 октября. Гугу Цавардани, Амра Зарандия, Адица Сагария, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам обсудили сегодня на Абхазском телевидении. Во встрече приняли участие председатель арбитражного суда Фатима Квициния, юрист Гиви Габния, экономист Ахра Ристава и член Совета молодых ученых при президенте Абхазии Георгий Габуния. Смотрите видеозапись встречи в нашей сегодняшней программе. Близятся к завершению работы по благоустройству дворов на улице Аршпа в Сухуме. Сметная стоимость проекта более 3,5 миллионов рублей. В этом году по поручению президента в республике активно проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры жилых районов. Город – это настоящий живой организм, в котором все взаимосвязано. Без развитой инфраструктуры невозможно представить себе работу предприятий и комфортную жизнь людей. Чем лучше освоена территория города, тем больше на ней работают организации, которые оказывают услуги населению. По поручению президента Абхазии Аслана Бжаня, в республике активно проводятся мероприятия по благоустройству дворовых территорий, что способствует улучшению инфраструктуры жилых районов. К примеру, такие работы близятся к завершению во дворах многогвартирных домов номер 65 и 71 по улице Аршба. Работы финансируются из республиканского бюджета, а осуществляет их государственная компания «Пснергэлора». Выполнены работы по демонтажу старого уплотненного основания асфальтобетонного покрытия. На данный момент произведена уже укладка бетона в объеме 800 квадратных метров. Общая площадь участка составляет 1210 квадратов. И данный объект финансируется за счет республиканского бюджета. И смертная стоимость объекта составляет 3 млн 581 тыс. рублей. Инициатором проекта стал депутат парламента Абхазии Дмитрий Маршаня, который отреагировал на жалобы местных жителей. Он подчеркнул, что состояние дворов было плачевным. Многие из них не ремонтировались с послевоенного времени. Благодаря взаимодействию парламента и правительства удалось включить данные объекта в бюджетные программы на этот год. Вообще хотелось бы сказать, что все вот эти работы, не только эта работа, а многие другие, которые работы проходят по республике, удалось сделать благодаря взаимодействию депутатов парламента с правительством Абхазии. Нужна была ливнева, здесь по смете не было. Да, и вот эти все как бы ливневая канализация должна быть здесь. Поэтому мы обратились к премьер-министру с тем, чтобы увеличить смету и чтобы ливневую канализацию включить в перечень работы. Проект благоустройства дворовых территорий будет завершен в ближайшее время. Но жители уже видят значительные улучшения в инфраструктуре своего города. Раньше, честно говоря, в ужасном состоянии был город. Ну, конечно, сейчас небо и земля, то, что было и стало. Конечно, приятно заходить во двор и парковаться намного удобнее стало. Грязи меньше, но плюсов намного больше, конечно. А местные жители очень довольны. Напомним, что в столице в рамках реализации программы по благоустройству дворовых территорий были завершены работы на улицах Айтгалара, Басаря, Ардзенба, Айяйра, Мочевариани и Лагвилава. Эти проекты являются частью общей программы по модернизации городской среды и направлены на улучшение качества жизни горожан. Лаура Капш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 26-27 сентября республиканские кожевин-диспансер и спидцентр будут проводить обследование на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий может пройти обследование анонимно и бесплатно. Обследование будет проводиться в мобильной лаборатории на территории республиканской больницы с 10 до 16 часов. Житель Орла утонул в акватории Питсунды, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели извлекли тело 62-летнего мужчины из моря и передали его сотрудникам МВД. Причины произошедшего выясняются. МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье. В ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в море, а также от поездок в горные районы из-за опасности резкого подъема уровня воды в горных реках. На Черноморском побережье прогнозируют сильный ливень, грозу со шквалистым ветром до 27 метров в секунду. В среду 25 сентября ожидается облачное с прояснениями погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова